приветствую друзья владимир маяковский когда-то писал надо чтоб поэт и в жизни был мастак здесь имеется ввиду что поэт должен не только уметь стихи писать но и продвигать эти стихи то есть понимать как правильно контактировать с редакторами спонсорами и властью чтобы тебя печатали нужно быть пробивным иначе тебя и твое творчество попросту никто не заметит это маяковский умел а еще он выступал против умалчивания фактов об известных поэтов называл он это явление хрестоматийный глянец это когда из биографии убирают все неугодные власти факты а сам поэт превращается в некую неживую куклу которая и жизнь это не видала а только стихи писала как это ни странно но тоже самое произошло и с маяковским когда его начали насаждать как картошку при екатерине по словам бориса пастернака перед читателями вырисовывался совершенно иной маяковский ярый коммунист защитник советской власти который в жизни был безупречен на самом же деле все было не так и только сегодняшние биографии поэта приоткрывают нам истину и показывают живого человека факт 1 был излишне чистоплотен почти до мании маяковский никогда не здоровался за руку и все время ходил в перчатках можно сказать что это общеизвестный факт у поэта в раннем возрасте умер отец от заражения крови что его очень впечатлило но о том как все это происходило в жизни многие умалчивают в ресторане поэт тщательно проверял приборы и дополнительно протирал их собственным платком затем он проверял фрукты и не дай бог их забыли окатить кипятком тогда он устраивал скандалы двери открывались исключительно платком если под руками не было перчаток судорожно и долго мыл руки после любого контакта с человеком примечательно что животными поэт контактировал без всякого страха считая что их микробы не вредят нам факт 2 был азартным человеком и играл до последнего маяковский был неплохим игроком бильярд играл он исключительно на деньги и мог заработать довольно приличные суммы за вечер так однажды выиграв весь гонорар одного писателя он пришел к его жене и отдал весь выигрыш с условием что она больше никогда не разрешит ему играть слабостью маяковского были карты он мог проиграть в них все играл всегда до последнего либо пока не отыграется и не уйдет хотя бы с маленьким выигрышем слову можно сказать что деньги никогда не имели для маяковского значения он сорил ими как только мог и отсюда третий факт был невероятным транжирой маяковский умел зарабатывать деньги работоспособностью у него тоже не занимать известно то что поэт даже свою знаменитую лесенку разработал потому что тогда платили построчно многие поэты откровенно называли его мошенником но газеты отказать в более крупном гонорарии ему не могли поэт был невероятно популярен и любое появление его стихов номере сулила солидные продажи тиражей надо сказать что деньги он никогда ни на кого не жалел он мог завалить машину такси цветами и в ней поехать на свидание к девушке в ресторане сразу заказывал два или три десерта пил только самое дорогое шампанское и покупал своей музе лили брик только лучшие вещи и парфюм прямиком из-за границы однажды по капризу лили он купил ей автомобиль рено который она благополучно разбила сбив ребенка девочка почти не пострадала машина же подлежала ремонту факт 4 занимался рекламой исключительно ради денег маяковский говорил что поэзия может проявляться в любой сфере даже в рекламе можно сказать он был первым рекламщиком советского союза который придумывал слоганы для известных брендов это было очень сладкое место как сейчас говорят ведь бренды не скупились на услуги самого популярного поэта ссср сочинял такие стишки маяковский исключительно ради денег факт 5 был груб и не имел чувства такта поэт был очень жесток и груб в отношении к людям настоящего маяковского знали только близкие друзья он и женщину мог обидеть указав на ее недостатки кстати говоря с женщинами он всегда вел себя заносчиво и вульгарно но как говорили многие это была лишь защита в глубине души маяковский был впечатлительным и ранимым человеком даже послав куда подальше того или иного человека позже он справлялся о его делах и помогал если требовалась какая-то помощь только сам он никогда в этом не признавался и в жизни продолжал гнуть линию заносчивого грубияна чем оттолкнуло себя множество людей которые его на дух переносить не могли как бы то ни было владимир маяковский навсегда останется одним из самых талантливых людей своей эпохи звезды зажигают звезды зажигают значит он хочет чтобы они были значит он называет эти плевочки жемчужины и разрывает в метелях олубиной пыли врывается к богу боится что послал плачет и целует ему жилевскую руку и просит чтобы обедательна была звезда глянется да не перечет эту безвестную муку а после ходит в ревозный на спокойной дороге и говорит кому-то значит это необходимо чтобы каждый вечер на скрытии загоралась хоть одна дерьма а